МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Всегда, прежде чем возвести что-то новое, нужно поставить под вопрос авторитет уже существующего". Так говорил австрийский писатель Стефан Цвей. Давайте ставить вопросы и делать открытие вместе. Меня зовут Олег Шишкин. В эфире программа «Загадки человечества». Сегодня в программе. Ящик Пандоры. Зачем финские конструкторы создали минометную систему в металлическом кофре? И почему эксперты считают, что европейская новинка уступает отечественному галлу? По эффективности, вот этот корабль, который доставляет беспокойство, засыпая минами побережье, очень быстро пустит на дно. Черный список. Ученые назвали животных, которые могут исчезнуть в ближайшее время. Кто вошел в смертельный чарт? И как объяснить массовую гибель целых видов? Мы истребляем, мы уничтожаем дома животных, мы отравляем их пищу, их воду, их землю. И это все, естественно, сказывается. Веселые вдовушки. Почему исследователи считают, что женщины, чей мозг вырабатывает слишком много гормона счастья, приносят своим супругам смерть? Как избежать вдовьего рока? Она не берет какого-то невинного. Она же берет готовенького к смерти. Соловьи-разбойники. Что такое ацтекский свисток? И почему этот артефакт называют смертельным оружием? Для чего он использовался в древности? И где его можно применить сегодня? На самих ацтеков не действовало. Может, их с малых лет они к ней привыкли. Последний полет «Синей птицы». Исследователи считают, что гибель американского гонщика и конструктора Дональда Кэмпбелла – инсценировка. Но кому была выгодна эта трагедия? Кем на самом деле был этот человек? Почему порыв ветра снес лодку, которая была устойчивее даже самого быстроходного катера того времени? В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. Ящик «Пандоры». Патрульные катера Арабских Эмиратов будут обстреливать нарушителей из минометов. Финская компания специально для восточных заказчиков разработала систему «Немо» в шестиметровом бронированном контейнере. Оружие будущего не только легко устанавливается на любую площадку, но даже способно вести стрельбу в момент движения корабля. По словам конструкторов, «Немо» – полностью автономная система. Внутри контейнера помещается боекомплект из 100 снарядов калибра 120 мм. Но откуда у восточных держав такой интерес к модернизации артиллерии? К чему на самом деле готовятся на Ближнем Востоке? В Саудовской Аравии ближайший сосед Арабских Эмиратов также заказала у финской компании 36 модулей «Немо» и 24 самоходных миномета. Они уже начали поступать на вооружение страны. Эмираты ограничились всего 12 башнями. Но чем европейские разработчики так привлекли восточных военных? Единственное, в чем его преимущество – он может поворачивать башню и стрелять в разных направлениях. Он может стрелять не только как миномет в плане траектории полета снаряда, но и как орудие прямой наводкой. Так называемый «ящик Пандоры» – миномет в контейнере – создан на базе орудия с дистанционным управлением «Патрион Эмо», представленного финами еще в 2012 году. Базовая модель, несмотря на небольшой вес – 1600 килограммов – обладает впечатляющей огневой мощью. Бьет прямой наводкой и может вести навесной огонь. Круговой обстрел на расстоянии до 10 километров. Но почему ближневосточные державы начали серьезную модернизацию своих войск? К чему они готовятся? Аналитики считают, так называемый «кризис арабского мира» – взрыв отношений Египта, Бахрейна, Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии с Катаром может в любой момент привести к масштабному военному конфликту в этом регионе. Для Арабских Эмиратов может стать актуальным вопрос защиты морских границ. Именно на легкие патрульные катера будут установлены финские минометы. Возможность вести обстрел при движении судна на скорости до 20 узлов стала решающей характеристикой. Правда, не все эксперты согласны с эффективностью такого решения. Даже если, скажем, такое поставят на корабль, и он будет, например, заниматься вопросами обстрела береговой территории, то если на береговой территории вероятного противника окажутся противокорабельные ракеты, то по эффективности они, как говорится, вот этот корабль, который доставляет беспокойство, засыпая минами побережье, как говорится, очень быстро пустят на дно. Как считают специалисты, война в Сирии стала самой крупной мировой площадкой для демонстрации новейших военных достижений последних десятилетий. Известно, что недавно обсуждалась возможность поставки в Саудовскую Аравию российских зенитно-ракетных систем С-400, противотанковых ракетных комплексов Корнет-М, тяжелых огнеметных систем ТОС-1 «Буратино» и гранатометов АГС-30. Новозеландские желтоглазые пингвины попали в список животных, находящихся под угрозой исчезновения. По словам зоологов, главная причина вымирания – глобальное потепление. По подсчетам американских ученых, если столбик мировой температуры поднимется на 3 градуса, то 30 видов животных пропадут навсегда. Кто находится в опасности? Кто из тех, на кого мы привыкли любоваться в дикой природе, уже завтра может оказаться вымершим видом? Зоологи предупреждают – под угрозой исчезновения находятся 40% живых видов на Земле. По неутешительным прогнозам, в ближайшие десятилетия вымрут миллионы животных. Кому опасность угрожает в первую очередь? И можно ли предотвратить экологическую катастрофу? На исчезновение некоторых видов животных влияет много факторов. Это и глобальное потепление, и ухудшение экологической ситуации на планете, и деятельность человека. Эту работу миллионы интернет-пользователей считают лучшей в мире. В Китайском центре защиты и изучения гигантских панд нанимают сотрудников, главная задача которых – обнимать милых бамбуковых медведей. Платят за такую работу 32 тысячи долларов в год. Но совсем скоро эти счастливчики могут оказаться на бирже труда. Ведь на Земле осталось всего две тысячи больших панд. Климатологи предупреждают – за следующие 80 лет по причине изменений климата площадь бамбуковых лесов сократится втрое. А значит, и популяция панд уменьшится. Это все причины изменчивости мира именно за счет деятельности человека. И это самая распространенная причина и так далее. То есть здесь не нужно гадать, и это все нравится. То есть мы истребляем, мы уничтожаем дома животных, мы отравляем их пищу, их воду, их землю. И это все, естественно, сказывается на диких животных. Не менее милые коалы тоже под угрозой исчезновения. Эти забавные травоядные совершенно безобидны. В некоторых странах их даже начали заводить в качестве домашних питомцев. Сейчас весь мир восхищается обаянием этих удивительных животных. Они занесены в Красную книгу. А между тем, в 20-х годах прошлого века люди едва не стерли их с лица земли. За несколько лет охотники ради шкурок убили более миллиона зверьков. Австралийским властям удалось остановить бойню, но популяция коал так и не восстановилась. В дикой природе их осталось совсем немного – около 100 тысяч. В последние годы некоторые колонии коал сильно пострадали от инфекционных заболеваний, особенно от хламидиоза. Хламидиоз коал отличается от человеческой формы. Он может привести к слепоте и бесплодию. Обследования показали, что по крайней мере половина особей инфицированы хламидиями и ретровирусом, ослабляющим иммунитет животных. Шимпанзе считаются одними из самых умных животных на планете. Они без преувеличения сумели найти с людьми общий язык. Эти приматы так похожи на людей. Они могут научиться практически всему, что мы умеем – носить одежду, играть в теннис. Обезьяны перенимают даже наши вредные привычки. Но именно близость к человеку стала для шимпанзе губительной. Из-за участившихся контактов с людьми эти приматы стали чаще болеть инфекционными заболеваниями, с которыми их иммунитет справится не в состоянии. Дело в том, что шимпанзе восприимчивы к человеческим заболеваниям, поэтому и происходит увеличение количества случаев заражения. Снижение численности шимпанзе также связано с разрушением их среды обитания, браконьерством ради добычи мяса и нелегальной торговли детенышами. Люди вырубают леса ради строительства дорог и ведения сельского хозяйства, и тем самым обрекают животных на верную гибель. В мире почти не осталось орангутанов. На открытой территории они становятся легкой добычей для хищников. И несмотря на то, что человеку охотиться на этих животных запрещено, их популяция неуклонно снижается. На самом деле сейчас наука должна развиваться больше не в степень потребления, в плане того, что ресурсов, а в степени нахождения альтернативы этим ресурсам. То есть я имею в виду, нужно развивать технологическую мысль таким образом, чтобы быть в гармонии с природой. Я уверен, что это возможно. Иначе лично у нас, мне кажется, что нет шансов просто сохранить эту планету. Однако далеко не все люди готовы пожертвовать личной выгодой ради спасения планеты. Более 15 лет в России амурский тигр находится на грани исчезновения. Их осталось менее 500 особей. Охота на этих хищников строго запрещена. Однако ежегодно от рук браконьеров погибает от 30 до 50 животных. Тигров убивают ради их меха и органов, используемых в традиционной китайской медицине. Наш там тот же самый уссурийский тигр, если бы мы не сделали еще 100 лет назад попыток его спасти, он бы сейчас уже не существовал. Это действительно так, и все больше видов действительно исчезает. Все разнообразие животных, оно, к сожалению, какая-то лета. Ну, или мы себя друг другу уничтожим, и опять-таки царство дикой природы, оно быстро-быстро завоюет, скажем так, утраченные позиции. Это понятно. По мнению ученых, сейчас на планете идет шестое массовое вымирание животных. Предыдущее было 66 миллионов лет назад. Тогда с лица Земли исчезли динозавры, морские рептилии и птерозавры. Палеонтологические данные указывают, ни одно животное, чья масса превышала 25 килограммов, не пережило падение астероида на полуострове Юкатан 65,5 миллионов лет назад. У текущего вымирания своя особенность. Его двигателем являются не силы природы, а человек, не только напрямую уничтожающий животных, но и лишающий их среды обитания и возможных источников пищи. Исследователи считают, первыми исчезнут самые большие животные, такие, как крупные кошки, слоны, жирафы и киты. Следующими в очереди на вымирание, наоборот, окажутся маленькие представители флоры и фауны. Сильнее всего пострадают амфибии и рыбы. По прогнозам ученых, практически все небольшие лягушки и прочие земноводные массы менее грамма исчезнут в ближайшие десятилетия. Далее в программе. Умный в гору не пойдет. Почему жители австралийского городка Куктаун обходят местный горный хребет за милю? Что за странное свечение появляется по ночам над горой? И куда ведут лабиринты в скальных образованиях? Лишь немногим удавалось вернуться живыми и здоровыми. Во всяком случае, все, кто оттуда вернулся, утверждают, что изнутри колкаджака абсолютно полая. Не воет, не лает, в дом не пускает. Как беспилотный дрон сможет оградить дом от воров и пожаров? И какие неожиданности грозят тем, кто возьмет на службу робота? Без человека этот дрон нормально функционировать не сможет. А если есть человек, тогда теряется смысл дрона. Веселые вдовушки. Почему исследователи считают, что женщины, чей мозг вырабатывает слишком много гормона счастья, приносят своим супругам смерть? Как избежать вдогнева рока? Она не берет какого-то невинного. Она же берет готовенького к смерти. Соловьи-разбойники. Что такое ацтекский свисток? И почему этот артефакт называют смертельным оружием? Для чего он использовался в древности? И где его можно применить сегодня? На самих ацтеков не действовало. Может, их с малых лет они к ней привыкли. Последний полет «Синие птицы». Исследователи считают, что гибель американского гонщика и конструктора Дональда Кэмпбелла – инсценировка. Но кому была выгодна эта трагедия? Кем на самом деле был этот человек? Почему порыв ветра снес лодку, которая была устойчивее даже самого быстроходного катера там в имени? Спящая красавица из Кемеровской области. Таинственная тисульская принцесса. Почему об этой мумии и ее саркофаге сохранились столько легенды? И правда ли, что так называемая принцесса могла оказаться гостьей из будущего? Этот прибор, который лежал рядом с ней, он, скорее всего, создавал вот этот вот анабиоз, эту ауру, которая позволяла живому организму сохранять свои кондиции. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. Один из потомков шамана племени ацтеков продемонстрировал так называемый свисток смерти. Видеозапись появилась в интернете. Артефакт выглядит пугающе, и, по словам мужчины, сфера его применения тоже не была мирной. Более того, как рассказывает хозяин вещицы, у древнего племени был целый набор подобных объектов, каждый из которых имел свое применение. Но для чего ацтеки его использовали? Почему эту свистульку называют секретным оружием? И какую силу оно имеет сегодня? Слушая эти леденящие душу крики, легко поверить, что свисток может свести человек. Странные предметы в форме черепа были найдены археологами в ацтекском храме бога ветра Иякатля еще 20 лет назад. И только сейчас специалисты определили, эти игрушки на самом деле оружие – музыка смерти. На самих ацтеков не действовало. Может, их с малых лет они к ней привыкли. А вот европейцы описывают, что для них это почти смертельно было. До обнаружения смертоносных свистулек археологи сталкивались лишь с обрядовыми инструментами. Ацтеки всегда использовали в своих... Возможно, их могли использовать в целебных ритуалах или для достижения какого-то особого эффекта. Вот этот инструмент в форме лягушки способен издавать свойственные лягушке звуки. И на самом деле он до сих пор используется юкатанскими шаманами в обрядах, посвященных дождю. Все, чему поклонялись аборигены Мексики, находило отражение в их специфической музыке. С помощью инструментов, воспроизводящих рычание зверей, завывание ветра, раскаты грома, ацтеки управляли подсознанием. Этот музыкальный инструмент, назовем его так, использовался ацтеками. Точно так же, как варган использовался там алтайцами, тувинцами, для вхождения в транс, для работы с подсознанием. То есть вообще просто для открытия тех способностей, которые есть у нас внутри. Однако смертоносные свистки, скорее всего, имели другое предназначение. Во время раскопок в руках скелета мужчины, принесенного в жертву, были обнаружены миниатюрные черепа. Ученые предположили, ацтеки дули в эти свистки, прежде чем совершить ритуальное убийство. Тут церемония же целая, тебя наряжают в какие-то наряды, юбочки, перья втыкают, раскрашивают, до этого учат каким-то гимном или песнопением. Иногда тебе эти дудки дают, хватают за руки, за ноги, кладут на спину, держат. А жрец, главное, обсидяновым таким ножом, вот, врезают грудь, вырывают сердце, Богу приносят там в чашу, кладут перед Богом. Но большинство исследователей все же склоняются к другой версии. Зловещие звуки должны были воздействовать на врагов, и не исключено, что свистки смерти были страшнее стрел и копий, так как могли поражать противника на куда большем расстоянии. Ученые предполагают, что несколько таких резонаторов могли полностью сломить волю неприятеля. Если, к примеру, начать ночью делать такой леденящий кровь-звук, любой, понимаете, который разносится там по долине, по горам, еще где-нибудь, то, соответственно, получается, что противник, ощущая это просто на расстоянии, он начинает впадать в панику. Почему? Потому что нами руководит подсознание. Жуткая какафония эффективно работала в ближнем бою. Звуки этого войска могли выскоблить плоть мертвых из преисподней. Так конкистадоры описывали свои встречи с армией ацтеков. Когда начиналась битва, то она начиналась вот под движение этих самых отрядов друг на друга, под звуки вот этой ужасной музыки. Вот испанцы описывают, когда они там уже перешли, значит, в противостояние открытое с ацтеками, они буквально их раздражало и выводило из себя вот эти звуки пронзительные. По сути, ацтекские свистки смерти – прототип современного психотронного оружия. Подобные технологии и сегодня активно используются в армии. Американские военные, например, создали устройство, которое назвали «Луч боли». Суть действия таких установок в том, что они создают мощнейшие потоки микроволновых излучений. То есть, по сути дела, это микроволновка без стенок, действующая непосредственно на сотни и тысячи людей. Таким оружием сегодня можно не только напугать, но и довести человека до инфаркта или инсульта. Не исключено, что в прошлом свистки ацтеков оказывали похожее воздействие. Американская компания разрабатывает летательного робота для дома. Новинка с названием «Эйр» будет фиксировать происходящее в квартире и в прямом эфире транслировать видео хозяевам. Создатели считают, что дрон сможет стать не только глазами и ушами, но даже носом. Устройство оснащено датчиками улавливания дыма. Но согласятся ли домовладельцы пустить на свою территорию компьютерного охранника? Какие последствия ждут тех, кто доверит свое жилье электронному сторожу? Узнать все, что происходит за закрытыми дверями, стало возможно благодаря этому дрону. Разработчики электронного охранника уверяют, их машина в режиме реального времени сможет предупредить и о забытом в духовке пироге, и о непрошенных гостях. Мы знаем, вот сейчас есть роботы, которые уборкой занимаются. Но это приблизительно то же самое. Он тут летает и все вам показывает. И вы можете еще там направлять камеру. Дрон оснащен четырьмя ультразвуковыми датчиками, видеокамерой и, как заявляют в компании, может обнаружить препятствия в любом направлении и избегать их. Основной оптический сенсор с разрешением 4К снимает даже в темноте. А подключение к интернету позволит не только следить за тем, что происходит в доме, но и сделать семейное фото и выложить его в социальные сети или отправить друзьям. Снаружи дрон обшит мягкой тканью, чтобы в случае столкновения не поранить человека и не повредить мебель. Пока в свободном полете он может провести не более 15 минут. Затем ему понадобится подзарядка. И это, по словам специалистов, один из главных минусов устройства. То есть этот дрон должен идеально садиться на зарядную станцию. Это сейчас не очень хорошо задача может быть решена, а потому что если зарядная станция, к примеру, на улице, то ее может засыпать листьями осенью, значит, кто-то ее должен расчищать. Без человека этот дрон нормально функционировать не сможет. А если есть человек, тогда теряется смысл у дрона. В будущем создатели планируют сделать беспилотник полностью самостоятельным. Снабдить программой, похожей на искусственный интеллект. Сегодня дроном можно управлять по Wi-Fi с помощью специального приложения на смартфоне. Правда, эксперты опасаются. Такая система легко превратит это устройство из охранника в сообщника преступников. Если вы можете контролировать, то тот, кто взломает передачу, он сможет тоже контролировать вашу комнату. И в частности, значит, запустить его тогда, когда вас не будет, посмотреть, убедиться, что вас нету, и, значит, наоборот, туда прийти в это время, там и ограбить вашу квартиру, например. Пока существует лишь тестовый образец. Разработчикам уже удалось собрать 22 тысячи долларов из заявленных 55 на осуществление своего проекта. Правда, по мнению некоторых специалистов, идея дрона-охранника сегодня не актуальна, поскольку беспроводные видеокамеры и современные сигнализации справляются с защитой дома намного лучше беспилотника. Далее в программе. Веселые вдовушки. Почему исследователи считают, что женщины, чей мозг вырабатывает слишком много гормона счастья, приносят своим супругам смерть? Как избежать вдовьего рока? Она не берет какого-то невинного. Она же берет готовенького к смерти. Умный в гору не пойдет. Почему жители австралийского городка Куктаун обходят местный горный хребет за милю? Что за странное свечение появляется по ночам над горой? И куда ведут лабиринты в скальных образованиях? Лишь немногим удавалось вернуться живыми и здоровыми. Во всяком случае, все, кто оттуда вернулся, утверждают, что изнутри Калкаджака абсолютно полое. Последний полет «Синей птицы». Исследователи считают, что гибель американского гонщика и конструктора Дональда Кэмпбелла – инсценировка. Но кому была выгодна эта трагедия? Кем на самом деле был этот человек? Почему порыв ветра снес лодку, которая была устойчивее даже самого быстроходного катера там в ледне? Спящая красавица из Кемеровской области – таинственная тисульская принцесса. Почему об этой мумии и ее саркофаге сохранились столько легенды? И правда ли, что так называемая принцесса могла оказаться гостьей из будущего? Этот прибор, который лежал рядом с ней, он, скорее всего, создавал вот этот вот анабиоз, эту ауру, которая позволяла живому организму сохранять свои кондиции. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. Чилийский исследователь Франциско Гарсия записал на видео необычное явление в небе над Сантьяго. По его словам, эти огненные полосы, напоминающие раскаленную плазму, появились из ниоткуда. Сначала тело было однородным, но затем разделилось на две практически равные части, после чего бесследно исчезло. Гарсия считает, что стал свидетелем появления НЛО. Теперь мужчина ищет следы инопланетных гостей и ждет контакта с ними. Группа немецких ученых доказала, что сон в одной кровати с собаками ведет к нежелательным последствиям. В эксперименте участвовали несколько десятков любителей засыпать вместе с питомцем. Проанализировав полученные данные, исследователи пришли к выводу, что выспаться рядом с любимым псом гораздо сложнее, чем в одиночку. У четвероногих, напротив, ночь, проведенная под боком у хозяина, оказалась спокойнее, а сон намного крепче. Не встанешь. Не? Ну, полежи, полежи. В Мексике наружу вырывается вулканический газ, который может стать причиной сильнейшего землетрясения. Горячие потоки уже разрушили местные дороги. По словам сейсмологов, также начиналось так называемое Великое Таньшаньское землетрясение. Тогда жертвами стихии стали более 255 тысяч человек. В настоящий момент никаких точных прогнозов ученые сделать не готовы. Но, по их словам, в ближайшие месяцы местным жителям опасаться нечего. Феномен черных вдов существует. К такому выводу пришли американские ученые после проведения эксперимента. Они изучили особенности головного мозга дам, кому пришлось похоронить больше троих мужей. Оказалось, что у них так называемый центр удовольствий вырабатывает гораздо больше дофамина, чем у обычных людей. По мнению исследователей, это делает их значительно требовательнее к супругам, и таким образом эти женщины, в прямом смысле слова, загоняют супругов в могилу. Но насколько такая гипотеза близка к истине? Что говорят психологи о вдовьем Рокке? И можно ли излечиться от страшной напасти? Полиция Канады заключила под стражу 80-летнюю Мелиссу Энн Шепард. Власти посчитали ее опасной рецидивисткой. Мелиссе запрещено заводить с кем-либо романтические отношения. Ведь трое ее мужей трагически скончались, а четвертый обвинил в отравлении после того, как едва не умер от сердечного приступа во время романтического путешествия. Их называют черными вдовами. Но что это? Злой Рок? Родовое проклятие? Как любят говорить гадалки. Или же причина несчастья кроется в самой женщине? Она же берет готовенького к смерти. Она не берет какого-то невинного. Это как магнитики, которые друг друга находят. Магнитики сошлись, бомбочка взорвалась, мужчина погиб. К подобной категории женщин принадлежала и знаменитая Жаклин Кеннеди. Проклятие погубило ее собственного сына, братьев Кеннеди, греческого магната Аристотеля Анасиса и его сына Александра. Историки и биографы считают, что Джеки всерьез верила. У окружающих ее мужчин словно запускается программа на уничтожение. После смерти Анасиса Жаклин сознательно оградила себя от поклонников. Это как порча на смерть, но не для нее. Вот у нее сидит объект. Он ей не вредит. Но как только появляется какой-то мужчина рядом, он, соответственно, оказывает на него воздействие, данный мужчина умирает. По странным заболеваниям, по странным сечениям обстоятельствам. Появляется новый, и, соответственно, с новым то же самое. Если же нет ряда мужчин длительное какое-то время, то если где-то там у нее был ребенок, еще что-то, то воздействие пойдет на ребенка. Одна из самых известных так называемых черных вдов жила в Санкт-Петербурге в 19 веке. Шернваль Аврора Карловна, или роковая Аврора. Она похоронила двоих женихов, обоих буквально за несколько дней до свадьбы, двоих мужей, сына и бесчетное количество поклонников. По городу ходили сплетни. Ее прокляла собственная мать, когда Аврора еще молодой девушкой решила выйти замуж без благословения. Но с каких пор слова «вдова» и «опасность» стали синонимами? Вероятно, когда люди стали замечать. У некоторых женщин мужья умирали один за другим, а близкие болели и рано уходили из жизни. Достаточно вспомнить наши любимые детские сказки. «12 месяцев», «Золушка», «Белоснежка». Главным антагонистом во всех них выступает злая мачеха, женщина-вдова, почти ведьма, начинающая изводить бедную падчерицу после смерти второго супруга. Древние сказки были призваны закрепить в новом поколении какие-либо ритуалы, сохранить сакральные учения, а главное – способствовать выживанию потомства. Раньше за детьми не следили, как сейчас. Сказка учила. Не пей из лужи, не ходи в лес, не общайся с чужаками. Вот и предубеждение против вдов. Отнесись внимательно, это может быть опасно. В африканских странах вдова становится парией, изгоем, отвергаемым обществом. В некоторых штатах современной Индии по-прежнему практикуется древний обряд сати – самосожжение вдов на могиле мужа. Но не только на Востоке и в Африке к вдовам относятся с опаской. Удивительно. Даже сегодня в современном мире женщине, потерявшей двух мужей, благословение от церкви на третий брак получить сложно. Дональд Кэмпбелл дожил до старости. С таким заявлением выступил ряд исследователей. Они считают, что знаменитый американский гонщик в 1967 году не погиб. Тогда, во время тренировки, произошел несчастный случай. Спортсмен разогнал свой катер, он взлетел в воздух и взорвался. Удивительно, но несмотря на многочисленные поисковые работы, тело мужчины так и не нашли. Что же произошло со спортсменом? И почему некоторые специалисты считают, что громкая катастрофа была инсценировкой? Кому могла понадобиться эта трагедия? Блюберт готов к рекордной попытке. Слабенький ветерок, вода спокойна. Накануне Дональд Кэмпбелл завлек сюда даже королеву Испании. Эти кадры потрясли весь мир. На них англичанин Дональд Кэмпбелл готовится установить новый мировой рекорд. Разогнаться на катере до скорости 480 километров в час. И что самое удивительное, ему это удалось. Дональд Кэмпбелл был известным гонщиком, который при наличии тяжелых заболеваний, хронических, у него был ревматизм, порог сердца. И всю жизнь Дональд пытался достичь одного. Обогнать скорость, обогнать свои рекорды, которые он ставил перед собой. Звучит невероятно, но двумя годами ранее, зимой 1964 года, автогонщик уже совершал нечто подобное. Тогда его катер Блюберт пролетел над поверхностью воды со скоростью 440 километров в час. И что удивительно, никто при этом не пострадал. Он потомственный рекордсмен. У него знаменитый отец, такой же фамилии, и он стал продолжателем дела отца. Прославился тем, что, насколько я помню, он первый, который применил для рекордов скорости реактивной двигательности. Насколько я знаю, ему принадлежит одновременно два рекорда скорости на земле и на воде. 4 января 1967 года. Катер Дональда Кэмпбелла с ревом помчался по водной глади живописного озера Хоннистон. Скоростной барьер 475 километров в час был преодолен с первой попытки. Однако Кэмпбелл не унимался и продолжал разгонять машину. Казалось, стрелка спидометра вот-вот дойдет до отметки в 480 километров в час. Как вдруг случилось ужасное. Блюберт неожиданно подбросила в воздух, перевернула и ударила о воду. Взрыв и внезапная вспышка. Вот что увидели очевидцы событий. Мы не можем понять, что произошло в тот момент. Почему порыв ветра снес лодку, которая была устойчивее даже самого быстроходного катера того времени. Почему лодка, которая проходила испытания, и скорость ее движения не позволили ей находиться на морской глади. Спасатели прибыли на место катастрофы в считанные секунды. Обломки гоночного катера они обнаружили на глубине 45 метров. Вот только тело самого Кэмпбелла водолазы так и не нашли. Оно словно испарилось вместе с амуницией. Естественно, человек был пристегнут. Ремни, шлем, какие-то комбинезоны авиационного типа, у него там часы. Не нашли в этой капсуле ничего из его останков или намекающих, что он там был. Дональд Кэмпбелл был уверен, со своим катером он непобедим. Ведь Блюберт К-7 необычная лодка. Ее длина 8 метров, а вес 2,5 тонны. При этом примерно половину корпуса занимал огромный двигатель, который приводил машину в движение и разгонял до невероятных скоростей. Я смотрел, ну, технические характеристики этого катера. Потенциал его еще был, ну, во-первых, преодолеть 500 километров в час. Это такой, ну, как бы на воде был некоторый рубеж. И этот катер это позволял. И это была такая рекламная площадка, чтобы двинуться дальше в покорение рекорда скорости на Земле и преодолеть рубеж, там, больше тысячи километров в час на Земле. Но что же пошло не так? По одной из версий, катер мог на обратном пути попасть в полосу ряби, оставшийся после первого заезда, и потерять баланс. По другой, катастрофа случилась из-за внезапной потери мощности двигателя. Из-за встречного потока воздуха, из-за низкого шквала ветра, который обрушился с неимоверной силой на его катер, разорвало лодку на клочки. В 2001 году профессиональный дайвер Билл Смит поднял за дня злосчастного озера не только обломки Блюберда, но и, как уверяют эксперты, тело самого гонщика. Вот только поклонники Кэмбелла по-прежнему считают его живым, а эту страшную катастрофу называют не иначе, как продуманной инсценировкой. Но кому и зачем понадобился подобный розыгрыш, и главное, был ли у Кэмбелла хоть один шанс на спасение? Шансов очень мало выжить. То ли ты поставишь рекорд скорости, то ли ты погибнешь. То есть смертность была очень большая. Поэтому после него даже многие не пытались преодолеть рекорд скорости на воде, потому что это очень опасно. Поразительно! Но в этом деле оказалось, есть еще одна маленькая деталь, о которой почему-то не рассказывают официальные источники. В тот злополучный день Кэмбелл, со слов очевидцев, сел за штурвал своего блюберда в ужасном настроении. Кроме сложностей с финансированием проекта, у него были проблемы в семье. И вполне возможно, громкая катастрофа совсем не случайность. Далее в программе. Умный в гору не пойдет. Почему жители австралийского городка Куктаун обходят местный горный хребет за милю? Что за странное свечение появляется по ночам над горой? И куда ведут лабиринты в скальных образованиях? Лишь немногим удавалось вернуться живыми и здоровыми. Во всяком случае, все, кто оттуда вернулся, утверждают, что изнутри Калкаджака абсолютно полая. Спящая красавица из Кемеровской области. Таинственная кисульская принцесса. Почему об этой мумии и ее саркофаге сохранились столько легенды? И правда ли, что так называемая принцесса могла оказаться гостьей из будущего? Вот этот прибор, который лежал рядом с ней, он, скорее всего, и создавал вот этот вот анабиоз, эту ауру, которая позволяла живому организму сохранять свои кондиции. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. В австралийском городе Куктаун люди в течение месяца наблюдали за неизвестным летающим объектом. По словам очевидцев, он появлялся после полуночи, зависал над городом, а затем двигался в сторону горы Калкаджака, или Черной горы. По мнению уфологов, источник свечения может находиться под землей. Тем более, что эту территорию эксперты уже давно внесли в список аномальных зон планеты. Они считают, что эта гора на самом деле руины города первой цивилизации землян. Какие доказательства есть у исследователей? Почему местные жители боятся оставаться на ночевку в этом месте? Кто живет в подземелье? И как это может быть связано с небесным свечением? Калкаджака. Черная гора или гора смерти. Так переводится ее название с языка австралийских аборигенов. Но чем это место заслужило дурную славу? В это сложно поверить. Но за последний век здесь исчезло не менее сотни человек. Одни в поисках укрытия спускались в пещеры. Другие из любопытства. Но лишь немногим удавалось вернуться живыми и здоровыми. Во всяком случае, все, кто там побывал, утверждают, что изнутри Калкаджака абсолютно полая. Внешне горная гряда напоминает огромные куски угля. Геологи считают хребет одним из древнейших образований на планете. Ему почти 250 миллионов лет. Массив высотой в 300 метров растянулся на 3 километра. Однако самое необыкновенное, как считают исследователи, скрывается под землей. Необычный вид горного хребта породил легенду. Будто бы пещеры и ходы в ней ведут в подземный город, где обитают некие существа, которые первыми заселили нашу планету. Они похожи на змей, но имеют человеческие руки и голову. Каждый день они прорывают новые пути и заваливают старые. Но самое опасное – они хищники и могут съесть человека. Уфологи предполагают, неизвестные монстры могут оказаться гостями с других планет. А светящиеся шары, которые часто видят в небе, исследователи рассматривают как одно из главных подтверждений своей гипотезы. Например, такие огни над горой сняли на видео в марте нынешнего года. На записи четко видно – это не самолет. Пару раз в году Калкаджака излучает синий свет. Мне рассказывали путешественники, которые решились там заночевать. Через пещеры из-под груды камней тянутся лучи. Потом они касаются земли и гаснут. Что это такое – непонятно. Ученым зафиксировать этот свет ни разу не удавалось. Но аборигены уверены – это огни подземного города. В 20-е годы прошлого века двое спелеологов из Европы приехали исследовать гору. Из пещер они так и не вышли. Искавшие их полицейские тоже пропали в подземельях. Впрочем, многие ученые не видят в Черной горе ничего мистического. Внутренность горы, многие считают, что она полая. Из-за обилия пещер и лабиринтов. Но на самом деле это можно объяснить тем, что гора продолжает существовать и постепенно разрушаться. Гора как бы живая, и ходы продолжают. В этом году они были, а в следующем появились новые ходы. Что-то провалилось, что-то сдвинулось. По одной из версий, Калкаджака имеет рукотворное происхождение. По различным легендам, ее могли возвести как атланты, так и лемурийцы. Но во всех преданиях рассказывается, в недрах горы в просторном зале хранятся древние свитки и несметные сокровища. Но по словам археологов, эта местность достаточно хорошо изучена, и никаких следов искусственного происхождения ученые здесь не нашли. Древнюю мумию так называемой тесульской принцессы креоконсервировали. К такому выводу пришла группа исследователей из Кузбасса. Захоронение было обнаружено в 1969 году в Кемеровской области. По легенде, его нашел горнорабочий. Во время работ в шахте он наткнулся на двухметровый мраморный ларец, в котором спала красавица. После того, как известие о находке докатилось до областного центра, район шахты оцепили, а саркофаг с телом вывезли. С тех пор об артефактах никто не слышал. Но кем была неизвестная девушка, чье тело обнаружили в угольном пласте, которому больше 200 миллионов лет? И почему после изъятия учеными ее следы таинственным образом... Криозаморозка, которой более 200 миллионов лет. Ученые сделали сенсационное заявление. Они считают, саркофаг тесульской принцессы на самом деле был криокапсулой. Саркофаг был заполнен некой розовой жидкостью. Ну и, собственно говоря, в саркофаге, так сказать, эту даму и нашли. Там какой-то раствор был. Раствор такой, который препятствовал тлине. Она была завернута. Очень плотный шелк, конечно, без доступа кислорода, без доступа окислителя. Он способствовал сохранению вот этих тканей тела. Нашли захоронение не археологи, а обычные шахтеры. Горняки рассказывали, когда они открыли золоченый гроб, то увидели не иссушенную мумию, а девушку, которая выглядела как живая. Её назвали спящей красавицей. Эксперты предположили, она могла быть в анабиозе или в коме. По данным исследователей, рядом с её телом в изголовье лежал необычный предмет, похожий на передатчик. В саркофаге находился какой-то предмет, напоминающий телефон. И вот этот прибор, который лежал рядом с ней, он, скорее всего, и создавал вот этот вот анабиоз, эту ауру, которая позволяла живому организму сохранять свои кондиции. Причём самое интересное, волосы у девушки росли, и был сделан, так сказать, вывод, что организм живёт и существует. Специалисты предполагают, эта девушка – представительница некой протоцивилизации. Эксперты считают, что эти люди могли населять планету задолго до появления динозавров. Сейчас уже находятся факты, которые говорят о том, что именно люди, а не какие-нибудь там неандерцальцы, жили гораздо раньше, чем сейчас вот вообще признаны, допустим, там, несколько миллионов лет человечества. Да не несколько миллионов, не может такого быть, существует там несколько миллиардов лет, может, даже десятка миллиардов лет. Исследователи выдвинули гипотезу – древняя раса могла предвидеть наступление некого глобального катаклизма, и чтобы спасти свою правительницу или пророчицу, её погрузили в глубокий сон. Возможно, люди, похоронившие Тесульскую принцессу, надеялись, что много веков спустя её найдут и воскресят. При криозаморозке, когда тело помещают в жидкий азот, такое теоретически возможно. Но практически современная медицина на это пока не способна. Сложность разморозки в том, что всё межклеточное пространство и, собственно говоря, клетки, ну, практически на 80% заполнены водой. Вода неизбежно кристаллизуется. Соответственно, если даже постепенно начинать размораживать тело, всё равно будет схлопывание мембран клеток, то есть все буквально клетки организма погибнут. И, собственно говоря, тогда смысл такой разморозки теряется. Насколько мне известно, существуют некоторые соляные растворы, но пока ещё с не до конца разработанным составом, которые могли бы позволить как раз безопасно разморозить человека. Где сейчас находятся тело и саркофаг, не знает никто. По словам экспертов, все артефакты загадочным образом исчезли. Затем начали пропадать и свидетели. Все нашедшие или видевшие тесульскую принцессу погибли при загадочных обстоятельствах. Из воспоминаний одного основного генерала КГБ, все люди, которые каким-то образом мемели отношение к этой находке, начиная от рабочих, кончая с сотрудниками комитета госбезопасности, все потом в течение небольшого отрывка времени, там год-два, все они как бы с ними что-то случалось, все они умирали. Кто от болезни непонятно, кто у кого машина шибла там и так далее. Спустя всего два года после того, как в России нашли тесульскую принцессу, в Китае обнаружили похожий саркофаг. Правда, жидкость из него вытекла. Возможно, именно поэтому лежавшая в нем женщина не сохранила былой красоты. Ну, у меня сразу ассоциации приходят с принцессой, которая была обнаружена в Китае. Действительно, китайская принцесса, возраст, конечно, по сравнению с данной находкой, очень небольшой. Там действительно была некая жидкость заполнена, саркофаг. Они сгибают руку, и рука сгибается. То есть нет вот этого омертвления тканей. Даже, по слухам, кровь была вроде бы в жилах, в венах, в сосудах. Подобные археологические находки, по словам специалистов, ставят официальную науку в тупик. Конспирологи уверены, все артефакты, происхождение которых невозможно объяснить, изымаются и помещаются в специальные секретные хранилища. И тесульская принцесса – только одна из десятков бесследно исчезнувших мумий. Выдающийся мыслитель эпохи Возрождения Джордана Бруно утверждал, что стремление к истине – это единственное занятие, достойное героя. Давайте искать истину вместе. С вами был Олег Шишкин, и вы смотрели программу «Загадки человечества». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова